да ну а зранку що потрібно перезакинути кинути свіженько бойла рибі і в принципі на цьому водоймі на цій водоймі не дуже рано починає клювати принаймні в нас от в сусідів там якби трошки раніше в нас пізніше ну рибка дає поспати зранку були непогані екземпляри що ще серёж я звичайно в такий час посипаюсь ну озеро гарне нам подобається особливо зранку стає ж гарні кроєвиди сонечко дякую за перегляд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы помолвку сделали, что мы ступорами брали. Ступорами под самих гачок. Вот я сейчас на вечер полностью поменял все гачки. Ступора позажимал. Все реализуюсь. Правильно, уже немало таких сходов. Сходов очень много. У нас практически, напевно, где-то поза 20 сходов. За змагань? Так. Мы все же реализовываем. А на сколько сходов есть? Ну, не знаю, ревенский тон показал, что сходов будет меньше. Меньше? Мы почти все реализованы. Ну, ЛКК тоже не сможем. Все реализовано, все. А вот здесь, где-то, где-то, где-то. Показано, вот 60. Считается, страшно. Погнал, что у нас было супер. Похоже, что мы поливали подкорбовало. Тут влево любые рибы все стало. Стало нахищать. 60-40 метров там сразу. И то, что мы кидаем, мы кидаем грибам, ворочи, зарусло. И сразу через 10 метров у нас бровка есть, вот так ты вываживаешь, пицик, 10 метров протянул и он сразу впирается в бровку. Ты слышишь, знаешь, он бьет, тук-тук, и пришел. Команда «Байтайм», Республика Беларусь, большой карповый клуб. На этом озере мы уже третий раз на турнирах. Прекрасное озеро, много рыбы, сильные рыбы. И за три раза нам впервые попала дамба. Сама по себе дамба, как сектор, это тяжелый сектор. Особых изменений дна здесь очень тяжело найти. Мы первые сутки работали на дальней дистанции, 130-140 метров, и особого ничего из рельефа не увидели. Первая ночь показала, что особо оставаться на дальней точке смысла не имеет, и мы ушли чуть ближе. Вторая ночь показала, у нас начались поклевки. Мы за вторую ночь взяли три рыбы, довольно-таки неплохих. Средний вес около 5,5 килограмм. Но погода была совсем другая. Дамба вообще для холода прекрасное, идеальное место, потому что здесь глубины. И рыба как бы прячется в охладании. На данный момент остается только одно. Мы просто ловимся с тиками. Сектор раскормлен, но рыба появляется в секторе только ночью. Днем она уходит греться на утро. И приходится выхватывать рыбу на подходах со стиками. Ставятся стики, и просто на подходах мы перекрываем подходы рыбы и вылавливаем проходную рыбу. Ну, я про дамбу хотелось бы сказать, что, во-первых, как бы, с другой стороны здесь очень удобно. Единственное, что раскладка, ну, со стороны быта. Раскладка, ну, разбитие лагера очень сложное, конечно, поскольку нету мест, где палатка как растает. Но, в принципе, очень сухо, ну, и комфортно. Ну, про сектор, как сам, как сектор, хочу сказать, что, в принципе, для меня дамба это очень сложно. Поскольку нету перепада глубин, как вот мой напарник говорил. И очень сложно где-то найти какое-то пятнышко, чтобы можно было на нем брать рыбу. В принципе, соленую ловить всегда тяжело. Со степлой тяплены. Мы нашли, в принципе, здесь есть перепад. Внимательный рыбак, если будет стоять здесь и работать маркером, аккуратно он найдет. Тут есть незначительный перепад, буквально 70 сантиметров. Сейчас работай маркером, и этот перепад рыбак найдет. Я хочу сказать, вот, ребятам на будущее, кто сюда попадет, здесь работа на дальней дистанции. Тогда рыба будет. Если будешь работать чуть ближе очень, то тогда очень тяжело. Очень тяжело на близкую дистанцию. А близкая дистанция, мы имеем в виду, это 80-70 метров. Очень тяжело ее подтянуть. Надо уходить больше 100, 120-110. Нужно готовиться к работе. При вываживании еще я дополню. При вываживании в 30 метрах от дамбы, от скоса воды, находится плита. То есть, если невнимательно вываживать рыбу, рыба уходит под плиту. На чем мы, как бы, с первой рыбой и ошиблись. У нас первая рыба была не реализована, не взята. Она просто влево ушла под плиту. И я уже ее... Хотя вторая тоже попыталась туда уйти и отпустил. Он развернулся и ушел опять на чистую воду. И мы ее реализовали. Тоже, опять же, немаловажный нюанс. Если бы это не брать во внимание, то можно вообще отсидеть на дамбе. Весь турнир без рыбы. Потому что она вся уходит под плиту. Есть поднятие плиты в 30 метрах от берега. Карп просто он... Не зря называют его англичане самой хитрой рыбой. Водяной лис, так называемый. Он любое препятствие ищет, где прячется. То есть, увидел малейшая неровность, он туда и рыба уже не ваша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, начнем с того. Как мы вчера говорили, я и моя молодая команда. Работала все для того, чтобы стать... Мы что-то делаем. Да, мы что-то делаем. И мы что-то сделали для того, чтобы... Ну, скажем так, еще не знаем, но думаю, что вошли в тройку перших мест. Презарьев. Презарьев, так. Ну что, соревнования прошли нормально. Хотелось бы трошки лучше, чтобы ловилась рыба, но все свой час. Это все погодные условия. Скажу так, что думали, что озеро Прилбичи, его, может, трошечки знаем, но выясняется, что он всегда приносит різные сюрпризы. Это очень интересно, потому что он еще до конца не разъединен. И очень важно, что на таком озере, пока что, нет призовых секторов. Это всегда приносит какую-то интригу в будь-якие соревнованиях. А в целом, скажу вам так, что работали, скажу, что чтобы бороться за первые места, нужно всегда принимать какие-то и часто нестандартные решения. Какие самые, про это говорить, мы не будем. Это наша маленькая тайна. Я не знаю, но карповая рыбалка, это она и есть хороший вид спорта, что карп – это рыба разумная, ее нужно всегда обмануть, найти какой-то способ для того, чтобы ее ловить. Это все время, враг, выдержка, практика. В целом, нам понравилось. Шкода, что уже кинец завершения подсезона, где карповый, будем зацеплением чекать первых соревнований после заминания. Вот. Все, как бы. Сустричи на озере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Дякую, що тримаєш таке озеро і в хороших руках Надіємося, що в тебе азарт не втратиться і доведемо до кінця Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!